19 июня 2023 года судьи конституционного суда вынесли решение по запросу правительства о проверке конституционности партии шор члены суда пришли к выводу что партия нарушила принципы прописанные в конституции молдовы решение принятого в соответствии с четвертым пунктом 41 статьи конституции который гласит партии и другие общественно-политические организации цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма принципов правового государства суверенитета независимости и территориальной целостности республики молдова являются не конституционными с момента вынесения этого решения партия шор считается расформированной 26 марта 2024 года конституционный суд признал неконституционным запрет на участие в выборах лицам связанным с политическими партиями решение было провозглашено на основании обращения подданного депутатами бывшей партии шор которая объявлена неконституционной таким образом конституционный суд счел что поправки в избирательный кодекс принятые в обоих чтениях в тот же день содержат как процедурные недостатки так и по существу и так круг замкнулся что ж в условиях когда юстиция захвачена и не работает на граждан и государства это вполне закономерный и предсказуемый итог на законодательном поле и системы нельзя выиграть поэтому наивной выглядела попытка властных законодателей решить проблему внесением поправок в избирательный кодекс которые были оспорены а потом вновь поправлены в соответствии с рекомендациями венецианской комиссии чтобы в конце концов быть признанными неконституционными но они упорствуют и продолжают заявлять что внесут очередные поправки в избирательный кодекс а это означает что они ничему не учатся и уже тем более не способны анализировать да и не хотят похоже ведь для этого достаточно посмотреть что произошло между этими двумя решениями конституционного суда целью было объявлено исключение из участия в выборах ну да и из всего политического процесса лиц связанных с организованной преступной группировкой шора и что же помогло решить хотя бы и частично эту проблему на местных выборах может быть законодательные поправки в избирательный кодекс таки нет помогло только жесткое и своевременное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям которая запретила членам партии шанс клона партии шор участвовать в выборах конечно остались другие клоны да и независимых никто не отменял но если бы не это решение комиссии по чрезвычайным ситуациям мы бы наблюдали в большинстве районах выборы похожие на те что проходили в гагаузии благо этого не произошло но скоро новые выборы президентские референдум и как же власть собирается предотвратить электоральную коррупцию если законодательными поправками как обещал спикер парламента то ситуация изначально проигрыш на тем более что российская федерация в бросить денег немерено на дискредитацию европейского вектора сколько еще появится клонов ушоровской братья и других про кремлевских прокси законам всех не запретишь и даже если по списку поименно запрещать появятся новые желающие так что же делать или ситуация безнадежная я понимаю что решение подобные решению комиссии по чрезвычайным ситуациям не вполне демократично и вызывают изжогу у наших легалистов тогда придумайте что-то другое но играть с жуликами и судебной системам по их правилам как минимум глупо